Доброе здоровьи, уважаемые подписчики канала! У меня возникла такая мысль сделать курс под названием целебная кулинария. Я сейчас как раз работаю над целительными силами, там огромное количество материала, которые, знаете, можно выстроить в курс. Первое, чтобы я туда ввел, это знание о пищеварительной системе человека, причем начиная от самого зачатия, как там клетка начинает питаться, уже до взрослого человека, можно так сказать, до старости. Первое, значит физиология пищеварения. Второе, исходя из физиологии пищеварения, что туда должно еще войти, знание, что происходит в разных отделах пищеварительной системы, чтобы человек мог представлять, как он портит свой организм, и что ему надо делать для того, чтобы оставаться здоровым. Далее пойдет наука о правильном сочетании пищевых продуктов. Далее, это питание с учетом собственной индивидуальной конституции. Питание по сезонам года, то есть вот это так называемое видовое питание. Значит, лечебное питание, раздел такой будет большой, лечебное питание, в него войдет сокотерапия первым делом. Ну, естественно, смотрите, правильное сочетание пищевых продуктов, правильное последовательность употребления пищи. Это уже является такими и лечебными факторами, и профилактическими факторами, сохраняющими здоровье. И, наконец-таки, еще туда дальше, значит, мы поговорим о приготовлении блюд, здоровых блюд, как их лучше приготовить, о салатах, салаты идут как первый прием пищи, или же тушеные овощи. Это очень важно понимать. Как устранить различные неполадки в системе пищеварения и, как бы сказать, проследить, куда это все выходит. Вот если неполадок пищеварительной системы человека, ну, например, человек пукает, пукает и вроде так хи-хи-ха-ха. К чему это приводит, вот как бы сказать, идет, и он, чтобы сам по своему собственному питанию мог сделать такую диагностику. И, наконец-таки, вот такая коррекция с помощью питания, чтобы, как говорили древние целители, чтобы лекарством вам была пища, а пища лекарством, мы уже поговорим о свойствах продуктов, с чего они составляются, вот не из витаминов и минералов, хотя, возможно, их включим, а больше, как говорили древние, что этот продукт, допустим, разогревает, а этот продукт охлаждает, а этот продукт открывает закупорки различные, этот вызывает там послабление, этот дробит камушки, этот там усиливает, там, допустим, тот или иной орган, а этот продукт вреден, а этот продукт надо сочетать так, чтобы он не оказывал вредного действия. Ну, вот такая вот интересная у меня возникла мысль, она была давно, но вот сейчас как-то я вижу огромное количество материала, который можно вот выстроить, вот такую вот, как бы сказать, единую систему, хотя он там есть в книгах, но тем не менее, вот, повторить вот такой курс, чтобы он был аудиокурс. Естественно, это будет платная вещь, оплата, ну, знаете, вот я вчера проезжал на своей машине, в Пеляше, через речку, через речку, по мосту, и с меня взяли 60 рублей. Ну, я, знаете, не буду таким уж жадным, если наберется, ну, вот набралось бы, допустим, тысяча желающих, все можно было бы свести примерно к 100 рублям. Вот весь курс, это вообще очень большая работа, очень полезная работа для того, как самостоятельно поддерживать здоровье с помощью питания, здоровье своей собственной семьи, как там увеличивать очень много интересных вещей, как избежать различных заболеваний, как с помощью продуктов питания лечиться, как в конце концов там устранять различные дефекты там на коже, укреплять свои половые силы, вызывать там желания и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это, ну, вообще-то уникальная работа, я особо таких и не встречал. Поэтому вот так вот наберется, вот, можно сделать соточку. И, будем говорить, это я помещу как отдельный, отдельный курс, отдельный курс под названием «Целебная кулинария». Он будет там, значит, по подписке, подписка, значит, будет даваться, я так понимаю, технически это ссылка там на этот. Так что, если это вас как-то вдохновит и наберется более-менее достаточно человек, ну, для начала хотя бы 100 человек, для которых, конечно, это все вылится в 500 рублей, вот, я это начну, начну делать. Если желающих не будет, там, ну, десяток, другой. У меня, знаете, как-то это, задумки как-то рассеиваются. Ну, вот, вот такое вот информационное сообщение. Значит, просто-напросто в отзывах под этим видео оставлять, ну, как бы сказать, не то, чтобы свои данные, ну, вначале просто, чтобы набралось, вот, хотя бы, там, человек 100. Я желаю пройти курс «Целебной кулинарии». Все. Вот такое сообщение. А дальше, как только наберется, значит, будем. Уже конкретно говорит, что, что, как и когда. Вот, а не наберется, ну, ну, что поделаешь, не наберется, ну, полно вам, люди, с себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий – Геннадий Малахов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова